Они живы, сильны духом и смотрят в будущее с оптимизмом. До праздника еще полмесяца, а герои войны уже начинают его встречать. Ветераны Великой Отечественной, которые пребывают в Симферопольском гириартрическом пансионате, готовятся к своему первому юбилею Великой Победы в России. Слезы на глазах ветеранов появляются сами собой, когда они слышат песни военных лет. Ведь эти люди по-настоящему знают, о чем говорится в каждом куплете. Когда молодые слышат слова о погибших фронтовиках, то они представляют себе абстрактных, обезличенных героев. А у ветеранов в памяти возникают лица тех, кого они знали, с кем дружили, воевали, делили последнюю крыльху хлеба и кого они уже никогда не увидят. Отца я так и не нашла. Где гиппоптец, искали, искали, вон, наверное, в куботой мясорубке пропал. Мясорубка, о которой рассказывает Розалия Орлова, это атака немецких мессершмиттов. Уж их-то она помнит хорошо. Женщина – выживший участник боевых действий. Она такая одна из четырех ныне живущих в гериатрическом пансионате. У каждого фронтовика своя судьба. В силу возраста они уже многого не помнят. Но есть один день, о событиях которого каждый из ветеранов может рассказать с точностью до минуты. Такие воспоминания не пропадают. Это день победы. Это 9 мая 45-го года. Не верится даже, что 70 лет прошло. Вы у нас где живете? Не верится даже. Поэтому ощущения еще более сильные исчезли. И сегодня на ветеранов вновь нахлынула волна воспоминаний. К 70-летию Великой Победы им вручают медали, учрежденные указом президента Владимира Путина. Маленькие коробочки с почетным символом они бережно и с любовью прижимают к груди. Это первая юбилейная награда, полученная на родине. В России. Время не щадит никого. Из 48 ветеранов в гериатрическом пансионате многие не смогли дойти до актового зала. Поэтому медали им вручают прямо в комнатах. Почетную должность взяла на себя уполномоченный по правам человека в Республике Крым Людмила Лубина. Не помнить свою историю совершенно невозможно. А вот мы сегодня посетили людей, которые являются живыми свидетелями этой истории. И если не помнить эту историю, не заботиться об этих людях, не поздравлять их, тогда груш цена нашему государству и поколению. Всем ветеранам в гериатрическом пансионате уже далеко за 80 и даже за 90 лет. Но они до сих пор пытаются все время чем-то заниматься. Помогают по кухне, вяжут, поют. По-другому эти люди не умеют. Их так воспитали. И главная черта каждого героя – это оптимизм. Все они уверены. Еще покажут молодым, как надо праздновать на 100-летие Великой Победы. Александр Губарев, Игорь Романенков. Время новостей. Игорь Романенков.